Зимник Нарин Марусинск в хорошем состоянии. В этом убедились представители власти, которые проинспектировали временную трассу, а также побывали на одном из участков строящейся дороги. Алина Ваучейская продолжит. Дорожно-ремонтный пункт на нулевом километре Зимника – первая остановка в маршруте проверяющих. Подрядчик проводит небольшую экскурсию по базе для отдыха персонала и путников. Главное, что тепло. Это пункт обогрева? В этом случае человек, если оказался в сложной дорожной ситуации, можно переночевать. Всего таких дорожно-ремонтных пунктов три. Во втором, кстати, помимо коечного фонда есть душевая, столовая и медпункт. На всех трех точках имеются средства связи. У нас телефонные номера есть. Они сами могут позвонить своим родственникам, чтобы не потерялись. Все, условия есть. Но мы можем помочь представить, пожалуйста, жилье. У нас два полка, как гостиная, столовая накормим. Содержанием Зимника в этом сезоне занимается компания «Транстрой». На направлении Нарьин-Марусинск дорожники впервые, однако опыт обустройства сезонных трасс колоссальный. Подрядчик уже несколько лет строит зимники для нефтяников. Мы проживаем сами в этом регионе давно, родились здесь. Поэтому наш подход обусловлен климатическими условиями, которые нас окружают, суровыми. То есть человек, от которого мы требуем работу, должен находиться в комфортных условиях. Соответственно, должен человек в комфорте спать, кушать, было где помыться. Соответственно, после этого можно и спрашивать с него работу. Сегодня на обслуживание так называемой «Дороги жизни» задействованы 50 человек и 25 единиц техники. Убедившись, что зимник содержит на «Отлично», проверяющие направляются на один из участков стройки века – грунтовую дорогу Нарьин-Марусинск. Межрегиональная дорога состоит из четырёх частей. На первом участке будущей трассы стройка ведётся на первом и третьем этапах. Здесь уже отсыпано 227 тысяч кубометров земляного полотна. Это 65% от общего объёма. На третьем этапе выполнено 74% работ. Параллельно идёт строительство второго участка дороги. В планах подрядной организации опередить контрактный срок на год и сдать весь участок в 2022 году. Работает очень много техники. Подрядчик мобилизовал большое количество самосвального парка, дорожной техники. И вот самосвалов ранее было 88 единиц, сейчас ещё 22 добавляют. 110 единиц только самосвалов. Не говоря уже о вот такой дорожной технике. Мы видим, насколько важна эта дорога. Мы сейчас почувствуем разницу между тем, как ехать по зимнику и как ехать уже по тому участку, который сдан, введён в эксплуатацию. И, естественно, хотелось бы как можно быстрее эту дорогу построить. Для этого нужны дополнительные федеральные средства. И мы работаем над тем, чтобы убедить правительство в том, федеральное правительство в том, что нам эти средства необходимы. Сейчас профильным ведомством ведётся работа с Минтрансом России по привлечению дополнительного финансирования на строительство автодороги Нарин-Марусинск в 2021-2022 годах, в частности, на нулевой участок с мостом через реку Шапкино. Алина Волчейская, Антон Водряков, Телеканал «Север».